Власти Германии в первом полугодии 2023 года разрешили поставить Киеву оружие более чем на полтора миллиарда евро, что автоматически сделало Украину его крупнейшим получателем. Такие данные приводят 4 июля Министерство по делам экономики и защиты климата Германии. Вторым особо крупным получателем немецких вооружений оказалась Венгрия, член ЕС и НАТО. Она получила оборонной продукции на чуть более миллиарда евро. В первом квартале Венгрия еще лидировала. Так что основной прирост одобренных поставок для Украины пришелся на период с апреля по июнь. Плюс в контексте общей милитаризации настроений в мире и тому, что многие страны сейчас будут пересматривать, уже пересматривают свою политику по поводу безопасности, рынок вооружения в мире в общем вырастет. По оценкам экспертов, сейчас оборонная промышленность Германии стала в пять раз мощнее, чем до начала войны России против Украины. Ранее многие оборонные предприятия Германии были в простое. По оценкам аналитиков, Германия занимает второе место по поставкам вооружения в Украину. В целом, в период с февраля по май этого года Украина получила вдвое меньше помощи, чем обещано, говорится в отчете Кельтского института мировой экономики. Опыт украинских военных все больше приближает Украину к НАТО. Федеральный канцлер Олаф Шольд заявил, что украинские войска действуют очень четко и организованно в боях с российскими оккупантами. Он отметил важность большой практической поддержки Украины со стороны НАТО, которая продолжится и дальше. «Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и большего количества лет, потому что мы не знаем, как долго будет продолжаться эта война». Великобритания и Польша поддержали упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО, аналогично той, которая была использована для Швеции и Финляндии. «Альянс ясно высказался единогласно. Мы сделали заявление в Бухаресте о том, что будущее Украины – в НАТО. Сроки для этого никогда не были четко определены. Но то, что мы видели за последние месяцы, украинские вооруженные силы развиваются, адаптируются и модернизируются с невероятной скоростью. Теперь они имеют большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО. Их действия неизбежно сократят сроки присоединения к Альянсу». В ИСУ ожидают поставок артиллерийских систем «Фертина». Турецкие самоходки в Украине будут противостоять российским аналогичным системам МСТА-С. Поставки более современного оружия, такого как истребители F-16, американского производства и ракеты большой дальности помогут Украине не только выровнять положение на поле боя, но и контролировать зерновой коридор в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский считает приоритетными поставки дальнобойной артиллерии, в том числе ракет «Атакамс». «У России есть преимущество на земле, ведь у неё есть дальнебойное оружие. Это раз. Поэтому «Атакамсы» очень важны. Ускорит ли это наши шаги вперёд? Да, 100%. Потому что по некоторым направлениям это нам даст просто возможность начать. По некоторым направлениям мы не могли даже думать о каких-то шагах просто потому, что у нас нет соответствующего оружия. А бросать наших людей, чтобы их убили дальнебойные ракеты россиян – это не по-человечески. Мы так не будем поступать. Поэтому «Атакамсы» в приоритете. Да. Финляндия поставит Украине больше военной техники. В новый пакет помощи вошло зенитное вооружение и боеприпасы. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом».